Мы оценились на очередную насильственную флотношизацию русских школ. Мы не можем с вами этого допустить. Руки прочь от русских школ! Руки прочь от русских школ! Друзья, они задумали смолочную реформу, вредную для наших детей и внуков. Они планируют 80% всех предметов преподавать на латышском языке. Русским, польским, еврейским, белорусским, украинским и другим детям, детям других национальностям. И только 20% отравлено на языке самого мельчинства, в нашем случае на русском языке. И этого допустить не можем. И поэтому заявим правительству. Нет реформы! Мы с вами не молчим и боремся за права человека, за права наших детей и внуков. Было обращение 17 учителей, ученых, политических и общественных детей, президенту, спикеру парламента, премьеру, министру образования. Получили с нашими требованиями, предложениями, ответ пришел формальный из Министерства образования, чистое от пиццы. Хотя среди подписантов были и рядовые учителя, например, ученые с латышскими языками и Гумберга, и известные в Латвии люди, такие как Академия Каумберс, и куда от Европарламента Татьяна Штанов, десяток докторов наук. Следующий шаг – это пять докторов наук обратились к интеллигенции Латвии. В ответ тишина. Правда. Министр, экс-министр Роберт Киллиц в публичном интервью заявил, что перелот русской школы на латышской языке Добреев, а Кобиниц-политер, сказал, что в ответ, в ответ, наши выклады на русский сад терпения. Но сколько можно терпеть? И давайте скажем правительству, не будите лихо, пока оно тихо. Не будите лихо, пока оно тихо. Не будите лихо, пока оно тихо. Не будите лихо, пока оно. И уже традиционно, поскольку мы, если вы помните, первый пикет, предупредительный здесь, организованный Русским Союзом Лаврии, проведен был 4 февраля. Второй пикет Конгресс-Митранс организовал 6 марта. Третий митинг штаб защиты русских школ организовал 20 марта. Мы передавали свои требования. Сегодня мы тоже отправляем свои требования. Как премьер-министр, госпожа Маулю, так и министру образования и недрубе. Подготовлены требования от нашего туристического защиты русских школ, а раз от нашего, значит и от вашего имени. Я призываю вас не бояться. То, что мы с вами делаем, это в рамках Конституции. Многое можно передерпеть, но дети это святое. Дети категория абсолютная. И мы не можем допустить их унижения, уничижения и ассимиляции. И мы не можем допустить, чтобы они выросли иванами, не помнищими родствами. Спасибо вам за внимание. И я предоставляю слово последнее.